корабля, теплохода. Это увлекательное и интересное дело. Друзья, давайте я, наверное, уже большинство все-таки подключилось к нам, осталось две минуты, уже одна минута. Я и уже Наташа здесь, и уже некрасиво, наверное, сохранять интриг. Ну, конечно, вы знаете, я про Наташу. Итак, сегодня беседа с Пожидаевым. Я Владимир Пожидаев. Мы благодарим туроператора Алякарт, туроператора индивидуального бронирования за эту возможность побеседовать сегодня с Натальей, вернуться в Таиланд, на остров Самой, тропический, сказочный остров. В гостях у нас Наталья Бондаренко. Я правильно говорю, Наталья Бондаренко? Да, конечно, я могу представить. Ты всегда знаешь имена, а фамилию всегда зачастую послешь. Наталья Бондаренко, представитель отеля Миксаван, даже не отеля, а Миксаван, Лакшри, Бичфронт, Виллос. Это комплекс вилл на острове Самой, прямо у самой кромки воды. И я, кстати говоря, это было мое открытие этого марта. Так, вы меня видите? Да, конечно, я переключила слайд для того, чтобы наши коллеги увидели, где у нас Владимир был. Да, совершенно верно. Вот она, эта картинка. Потому что, когда я ехал, летел на Самой, я летел еще в середине февраля, безусловно, были определенные уже эти все мировые катаклизмы, связанные с вирусом. Тогда было все еще спокойнее, страны были открыты, и Таиланд был более чем заманчив именно для посещения в феврале. И вот, когда я летел в феврале, и мне сказали, что в заключении моей поездки будет вот такое, такая, такое, да, Мискован, что-то такое загадочное. Я говорю, ой, я не знаю, какой отель на Самой. А мне сказали, а это не отель. Я говорю, что-то новенькое. Нет, это тоже не новенькое. Это вот такое загадочное, нечто загадочное. Сейчас мы видим на картинке. На самом деле, здесь все просто и все в самом названии. Мискован, бич, лакшри, бич, фронт, виллос. Это комплекс всего нескольких вилл на самом берегу. Наташа, я опять погружаюсь, ухожу в какой-то туман, погружаюсь, потому что это волшебное совершенно место, которое меня покорило, я влюбился в него. И кажется, что лучшего Таиланда не найти. Наверное, дам тебе слово еще раз, поприветствую наших гостей, друзей, потому что уже 15.01, мы можем смело начинать. Дадите слово, Наташа, пожалуйста. Спасибо, Володь. Дорогие друзья, мы действительно очень благодарны за возможность представить наш продукт, во-первых, с туроператором Алякарт, ну и, конечно же, мы очень благодарны Владимиру за то, что он смог погостить у нас, пусть недолго, но смог посетить наши виллы. Мы чуть дальше более детально расскажем и покажем, какой опыт ожидает ваших гостей. На самом деле, я хочу в двух словах сказать, что Мискован Лакшери Бичфронт Виллос, он имеет просто уникальное расположение. Мы находимся сразу же на берегу, с выходом на белоснежный пляж. Мы находимся на севере острова Самуй, соответственно, приливы и отливы здесь менее ярко выражены, это пляж Минам. И поэтому у ваших клиентов всегда есть возможность покупаться в море, в океане. Мы буквально сегодня, я общалась с нашими коллегами из отеля на виллах, которые находятся на Самуи, и хочу с вами поделиться новостями о том, что у нас есть информация о том, что с 1 августа Самуй и Таиланд сможет теоретически принимать уже иностранных туристов. То есть вы знаете, сейчас есть авиасообщение с внешним миром, но как бы гости должны прилетая, они прилетают только по бизнесу и, естественно, должны проходить в Бангкоке карантин. Так вот, с 1 августа будет возможность проходить так называемый альтернативный карантин по месту пребывания. Поэтому владельцы наших вилл, господин Дэвид, он сейчас очень активно занимается получением всех необходимых разрешений. У нас будут еще дополнительные проверки. Уже после прохождения этих проверок мы сможем получить сертификат, который позволит приглашать гостей с туристической целью на 2 недели в одну из вилл на территории комплекса Мискован с возможностью отдыхать у нас ранее официального открытия границ для туристов. Почему? Потому что... Потому что кроме наших вилл у нас также на территории комплекса есть клиника, поскольку мы входим в холдинг вместе с Мискован Хеллс Групп. Клиника была открыта в прошлом году в октябре. Вот как раз буквально Владимир был практически на открытии в данной клинике мы устраивали большое грандиозное open party. Соответственно, Владимир встречался и с нашим доктором, который находится там, и мы постарались показать все те возможности, которые ждут клиентов. Поэтому при необходимости можно не только спокойно отдохнуть, расслабиться, с индивидуальным подходом к каждому гостю на своей вилле. Знаете, как дом вдали от дома, мы очень часто называем так Мискован. Ну и вместе с тем пройти определенный чекап, либо же заказать ряд дополнительных услуг. Об этом мы поговорим уверенно немножечко дальше и более детальнее. А в целом я бы хотела в двух словах рассказать о нашем комплексе, для того чтобы дать вам определенную вводную. Да, извини, я прерву тебя на секунду. Да, да. Именно обращу внимание коллег, почему мы сейчас в разгар июля начали говорить про самой и про Мискован. Не потому что нам нечего делать, или вдруг мы решили там вот, давайте поговорим, да, про Таиланд. На самом деле, коллеги, очень важно, я всегда обращаю ваше внимание на это, и сам к этому стремлюсь, я обращаю внимание на то, где можно заработать. И вот здесь можно очень хорошо заработать. Почему? Потому что, первое, это комплекс вилл. Мискован, это комплекс вилл, это отдельно стоящие здания, отдельные виллы, которые занимает вся семья или компания друзей. Это крайне удобно, особенно в наше современное время, да, вот это во время всемирной изоляции. Вы изолируетесь и наслаждаетесь, кайфуете у себя на вилле. А второй момент, это действительно то, о чем говорила Наташа только что, что есть клиника, где можно и подлечиться, и сделать чекап, да, провериться, и продолжить какое-то лечение, или это будет реабилитация, потому что все равно очень многие приболели. Это второй момент. И более того, что это можно сделать как бы в обход, не в обход официально чего-то, это просто можно сделать, ускорить, это ускорит процесс выезда за границу, и в данном случае в Таиланд, а в данном конкретном случае просто в рай вы попадаете сразу. Вот, Наташа, извини, я перебил, дал вот такие вводные, почему мы встречаемся, о чем мы говорим. И опять, и третий, последний момент, о том, что Самоэ нам дает, в данном случае, терапературу а-ля карп, очень хорошие, приятные цены, контрактные, на этот год. Мы имеем просто очень хорошие цены, чуть позже об этом тоже скажем, поэтому дождитесь финала наших бесед, и вы узнаете все самое интересное. Итак, Наташа, еще раз тебе слово. Спасибо, Володь. Кроме того, мы помним с вами о том, что Самоэ летом это самый идеальный вариант для отдыха, потому что это самые лучшие месяца для отдыха, это август, сентябрь, вплоть до конца октября, самые такие популярные времяпровождения у нас на виллах. И также хочу отметить то, что в сезоне 2020-2021 правительство Таиланда делает большие ставки на остров Самой, так как это остров COVID-free, то есть здесь практически не было ни одного случая официального заражения данным вирусом, поэтому мы считаемся таким раем действительно в Таиланде, и именно в этом сезоне 2021 правительство Таиланда будет всячески поддерживать и промотировать данное направление, поэтому у вас, дорогие друзья, у нас с вами есть действительно уникальная возможность в первую очередь узнать что-то новое для себя, ну и, конечно же, как сказал Володя, в принципе, понять формулу, как можно хорошо заработать, потому что на сегодняшний день в забегу наперед для компании Алякарт мы готовы предоставить эксклюзивные скидки до 40% на проживание гостей при бронировании тура до 14 декабря. Соответственно, вы можете смело отправлять запрос Светлане либо нашим коллегам в Алякарт, и, собственно, они смогут вам сделать просчет и под ваш индивидуальный заказ, под вашего клиента мы всегда стараемся проработать и предоставить именно индивидуальный оффер для того, чтобы это было персонализировано. Соответственно, мы стараемся работать действительно для клиента. Я думаю, Володя меня поддержит и расскажет, потому что, по сути, я когда просматривала его видео и фотографию с Мискована, я поняла, что он просто находится в таком блаженстве, и мне очень сильно захотелось просто прочувствовать эту яркую эмоцию. действительно было очень приятно и казалось, что все понравилось. Спасибо, Наташа, безусловно, все понравилось. Более того, когда не ждешь, когда не предскушаешь или не ожидаешь чего-то особенного, а получается все совсем иначе, это все усиливается вдвойне. Когда я приехал в Мискован, на трансфере все у меня было заказано, я приезжаю, нет ощущения, что ты приезжаешь в отель. Есть четкое ощущение, да, что ты приезжаешь в свою собственную виллу, к себе в тропический рай, потому что нет каких-то ворот парадных, не знаю, главного ресепшена. Есть просто название виллы, куда вы приезжаете, где вас уже ждут. Каждую виллу обслуживает целая бригада сотрудников, всех от повара до горничных. Я не знаю, Наташа, сколько сотрудников обслуживает одну виллу в среднем? 5-7 человек, наверное? Да, в среднем так и есть. То есть у нас действительно есть батлер, который обслуживает гостей 24 на 7. У нас есть личный повар на каждой вилле, поэтому гости каждое утро они завтракают, завтрак включен в стоимость, и наш повар... Подожди, вернемся, остановимся. Значит, меня встречает привратник такой, я вижу название виллы, все, я выхожу, меня встречает привратник, помогает мне с багажом и проводит меня в эту виллу. Вилла, на самом деле, это не просто домик, да, это тоже несколько домиков, это огороженная, закрытая территория, при этом она, опять же, не с забором, как мы у нас в России привыкли. Это все такое живописное, это все какое-то правильно инсталлированное, и ты заходишь в эту виллу, в огромную, достаточно просторную, не огромную, а просторную территорию, бассейн, сад, и за невысоким забором у тебя весь обзор моря, необыкновенной красоты и цвета. И вот это было за все три недели в Таиланде, что я провел первый раз, когда я остановился в двух шагах от моря. Вот это меня, конечно, поразило и поразит любого отечественного клиента, особенно взыскательного. Выходишь за заборчик, там песчаный пляж. Вот, теперь возвращаемся к тому, что виллы есть на разное количество спален, сколько минимума, сколько максимума, Наташа. На самом деле у нас все виллы от четырех спален, но при этом мы понимаем, что когда едет большая семья и большая компания, да, это действительно очень удобно. Если едет, например, несколько пар, либо если едет пара с детьми, с няней или с бабушкой, и им удобно снять виллу всего лишь на две спальни, мы с радостью предоставим этот вариант. При этом гости пользуются абсолютно все виллы, все инфраструктуры, только две комнаты закрываются. Таким образом, мы предлагаем виллу на две спальни. Более того, если едут большие компании, например, это могут быть тот же тимбилдинг, это могут быть большие семьи, мы можем предложить виллы вплоть до 14 спален. У нас есть две резиденции, которые можно проконнектить, и у гостей будет огромная территория на 14 спален. Каждая вилла по площади от 420 квадратных метров, плюс территория самой виллы. Соответственно, это большие просторные комнаты, спальни, мастер-бедрум, дополнительные спальни, которые рассредоточены по территории павильонами, и у каждого есть свое пространство. На тот случай, если едет компания друзей, то есть разместить таких гостей можно очень удобно и комфортно на вилле. Так, как уже сказал Володя, действительно, все наши виллы, они расположены у кромки воды, поэтому гости, сразу же выйдя к своему бассейну на беседке, они смогут наслаждаться прекрасными видами, закатами, ну и, конечно же, смогут сразу же поплавать в океане. Плюс к этому лежачки-зонтики, при необходимости наши коллеги, сотрудники на вилле, они с радостью перенесут прямо на берег, для того, чтобы клиентам было удобно. Ну, это вообще не надо, мне кажется, потому что, наоборот, так удобно и так классно, то, что ты выходишь через такую калитку, да, на самом деле забора нет, там, по-моему, там нет как такого забора, там зеленый забор из кустарников, да, и ты выходишь и поплавал, и потом возвращаешься к себе, два шага делаешь, возвращаешься к себе на территорию, ложишься в свои чудесные кабаны, газеба, заказываешь напитки, еду, берешь, что хочешь, то есть нет особого смысла лежать-то на пляже, да, со всеми. Кстати говоря, возвращаясь к пляжу, и что они при этом остаются публичными, да, общественные пляжи, безусловно. Таиланд, слава богу, цивилизованная страна, как я говорю, она не огораживает, каким бы ты ни был вип-персон, не огораживает для тебя, не городит заборы, пляжами могут пользоваться все. Но этот пляж настолько просторный, широкий, свободный, что, в общем-то, не наблюдается, что прям люди лежали у вас, у вас, да, прям под вилой. Конечно, они могут там пребывать, могут находиться, это не исключено, но это никак не мешает. Наоборот, даже повышает вашу самооценку. Они там, а вы здесь. А вы здесь. Кроме того, Катя Володя, напомни, пожалуйста, какой из наших вилл ты останавливался? Мне говорят, что есть шум, друзья. Есть шум. Я объясню. Дело в том, что я нахожусь в конференц-заме круизного лайнера, и здесь идет подготовка к какому-то мероприятию. Это шум какой? Технический шум вы слышите? Или это шум, что шумит инженер? Вообще ничего. У меня все слышно, но я вижу, что Света пишет, что ей не слышно. Все. Я слышу прекрасно, всех вижу. Если вдруг какие-то помехи, еще раз шумы, ставьте нам, кричите, ставьте минус, не знаю. Тоже шумы. Вот говорят, у кого-то шумы, но шумы могут быть. У меня идет музыка, фоновое сопровождение здесь. Я ничего с этим поделать не могу. Она, наоборот, добавляет, может быть, приятностей. Инженер шумит. Но я думаю, что это не критично. Хорошо. Поехали дальше. Вот они. А, ну вот, да, возвращаемся. Я вернулся к слайду. Я вижу, что... Я показала для примера. Володь, Света просит тебя переподключиться. Ты сможешь это сделать? Хорошо, переподключись. Наташа, продолжай. Я сейчас вернусь. Друзья, пока Володя переподключается, я буквально в двух словах тоже расскажу еще более детальнее. То есть, действительно, мы находимся на берегу. Пляж, как по всему Таиланду, на самой, в том числе, муниципальный. Тем не менее, у гостей всегда есть своя приватность. То есть, как бы, наши сотрудники вилл, они стараются при необходимости, если идет большое скопление народа, просить, чтобы данные гости переместились на другой участок пляжа, для того, чтобы наши клиенты, которые отдыхают на виллах, чувствовали себя максимально приватно и комфортно. При этом, вот этот небольшой заборчик, который вы видите на слайде, вот он здесь, в зависимости от локации вилл, он может быть немножечко ниже, меньше, он может быть немножечко выше. Поэтому тоже, когда для ваших клиентов необходима максимальная приватность, пожалуйста, пишите, пишите нашим коллегам в ля-карт, и мы с радостью подберем для вас именно ту виллу, которая будет максимально приватна для гостей. Подскажите, пожалуйста, все ли всех слышно, слышно ли меня хорошо? Видно, да. Еще раз, Наташа, меня видно? Да, видно и слышно. Коллеги, пожалуйста, можете подсказать, меня слышно, хороший звук, все ли нормально? Можем ли продолжать? Слышно и видно, говорите. Слышно и видно. Олеся, Светлана, спасибо вам огромное. Поэтому, если действительно нужна максимальная приватность, пожалуйста, говорите. Среди всех наших вилл, которые мы представляем и предлагаем для гостей, мы можем выбрать максимально приватную. Более того, как я уже сказала, их всего лишь 10 у нас в комплексе, 8 из которых расположены на пляже Минам, и 2 виллы, это 2 резиденции, они расположены буквально в 5 минутах немножечко дальше по побережью. На сегодняшний день, буквально в июле месяц, июль месяц и немножко июня, мы, во-первых, не закрывались, мы могли принимать гостей, но поскольку большинство наших гостей это все-таки гости, которые приезжают из России, из бывших стран СМГ, и также гости из Европы, в том числе, нам удалось за период так называемого карантина использовать это время с пользой. Поэтому одну из наших вилл, виллу Water Lily, мы полностью реновировали, она будет представлена для гостей с 1 августа абсолютно в новом дизайне. Как только мы сможем сделать профессиональные фотографии, обязательно поделимся с коллегами а-ля карт, и сделаем дополнительную рассылку. Кроме того, наши виллы Акация, Бугенвилля и Чампак, кстати, Акация вот сейчас вы видите на слайде, мы также их обновили в середине, то есть мы обновили общие зоны, поэтому гости, которые приедут к нам с первым открытием границ, смогут уже насладиться обновленным продуктом. И, кстати, тоже хочу еще сказать тот факт, что действительно, находясь на вилле, у каждого клиента идет максимальная приватность, потому что действительно в данный момент это очень-очень важно, и многие гости, они все-таки привыкли отдыхать в своих домах. Я знаю, что сейчас очень востребован данный продукт, многие клиенты переориентировались с больших отелей, шумных отелей и стараются найти для своей семьи что-то уединенное и высокого качества. Большинство наших запросов именно таких, поэтому и коллеги подтвердят, действительно все ищут дома, шалеи, виллы, и вот, пожалуйста, это очень, извини, Наташа, крайне актуальный продукт. Еще раз повторяю, коллеги, обратите внимание, посмотрите, рассмотрите, и знайте, что здесь еще и хорошая цена, и сезон к тому же у нас до... ну, до конца октября точно. Поэтому впереди еще продажи-продажи. Кстати, хочу отметить то, что, находясь на виллах, то есть ты не просто живешь на вилле, то есть у тебя есть еще ряд активностей. Я просто не уверена, что Володе удалось попробовать абсолютно все то, что предлагает наш патлер, потому что у нас есть и кулинарные классы, мы можем организовать поездку на яхте, мы можем организовать любые индивидуальные экскурсии, мы можем предоставить любые СПА-процедуры у гостей на вилле, любые разнообразные виды массажа и так далее, поэтому... Мы, кстати, можем вечеринки устраивать на вилле, мы с радостью поделимся, кстати, у нас снималась одна из программ «Орла и решки», и как раз вот... Да, участнику которого была «Золотая карта», он останавливался в одной из наших вилл, и вечером мы организовали вечеринку, то есть мы постарались показать, как можно активно провести время на своей вилле. Наташ, скажу тоже в дополнение к твоим словам, что я, конечно, не все испытал, потому что 2-3 дня, когда я останавливался, не всегда достаточно, но вот гастрономию и кулинарное мастерство повара я испытал. Более того, у меня тоже был мастер-класс, мы вместе готовили. Это очень-очень вкусно, то, что там готовит тебе пор. Во-первых, безусловно, он готовит все с учетом твоих пристрастий, предпочтений, пожеланий. Вот, вот эти морепродукты. Даже просто я лежал у себя в Газепа, решил перекусить, заказал вроде обычных креветок с рисом, ну, вернее, без риса даже, просто креветок. Мне принесли креветки с рисом. Ребята, это был такой рис, который за три недели в Таиланде я съел до последней рисинки. Вообще, к рису спокоен. Его всегда в Таиланде, безусловно, дают. Это такой... Стандартный продукт. Да. Но я, как бы, всегда его пропускал, рис. Но тут я попробовал чуть-чуть и съел вот такую вот ложку этого риса с таким удовольствием. Это невероятно вкусно, то, что там готовят. Безусловно, всегда это свежевожиды, соки, там много-много фруктов, морепродукты, даже хлеб, даже выпечка. Все это очень вкусно. Причем кухня оборудованная у вас на виле, и на этой кухне колдует персонал. Собственно, у вас на виле. Это не привозят откуда-то. Они приезжают с продуктами, все готовят, и все это у вас горячее и свежайшее. Те же самые креветки, которые я заказал на обед, их приготовили у меня на кухне. Ну, не у меня, а на виле на кухне, да? Вот, да. На самом деле, это действительно очень удобно и хорошо. Кстати, мы всегда просим клиентов наших, если гости, на самом деле, планируют что-то грандиозное, либо они планируют барбекю, чтобы они делали заказ заранее, так как все продукты мы привозим свежие, и у нас ничего не лежит где-то в холодильнике, то есть мы под каждый заказ всегда предоставляем самые свежие продукты высокого качества. При этом, если клиенты захотят выпить чай, кофе, пожалуйста, это все доступно у них на виле. Если кто-то из гостей захочет вспомнить, как же все-таки приготовить то или иное блюдо, пожалуйста, без проблем, это можно сделать самостоятельно, потому что действительно, так как Володя сказал, на каждой виле есть оборудованная кухня. При желании абсолютно все блюда вам будет готовить повар, вы только доплачиваете за те продукты, которые используются в блюде, или же, если гости хотят, они могут также и готовить самостоятельно. У нас, кстати, был один запрос от коллег, когда мама семейства настолько любила готовить, что она прям, вот мы снимали видео каждой ложечки, вилочки и кастрюльки, ей было очень принципиально важно понимать, что и как она сможет приготовить. Поэтому на любителя оно как бы тем не менее, как по мне, если ты едешь в Таиланд, ты живешь на своей виле, или у тебя есть человек, который тебе приготовит завтрак, обед и ужин, то лучше, наверное, предоставить эту возможность ему. По крайней мере, это будет больше свободного времени для себя, для отдыха и для релакса. Вот такое, наверное, газеба было у Володи на виле. Да, какое? Я не вижу, пока у меня не загрузилось. Не загрузилось? Нет, пока не вижу, у меня, ну, может, чуть-чуть... Может быть, немножечко с опозданием, поэтому сейчас будет показано... Наверняка такое, потому что в центре этого патио, или как это назвать, среди павильонов стоит вот эта газеба с матра... Да, конечно, это мое газеба. Вот тут я возлежал, возлежал, помахивая ножками. Передо мной был вот этот бассейн, совершенно большой, он большой, это очень просторный бассейн. Есть поменьше, в зависимости от вилы, да, Наташа, наверное? Да, в зависимости от вилы бассейн у нас немножечко разный по площади, но это минимум 20 квадратных метров. Собственно, описание детально каждой вилы, планы, каждой вилы мы с радостью предоставим дополнительно по вашему запросу, то есть, пожалуйста, обращайтесь в компанию Алякарт, и у девочек вся информация в деталях есть. Плюс к этому на каждой виле у нас есть также джим, свой фитнес-зал, поэтому гости могут следить за своими травами. У меня был, я его только одним глазком посмотрел, и там больше туда не заглядывал, потому что мне некогда было, у меня было столько дел в этом газебе, мне было не дать. Правильно. Любовь, спасибо за ваш запрос. Да, конечно, газеба есть у каждой вилы, бассейн есть у каждой вилы, свой личный персонал на каждой виле, поэтому, собственно, каждая вилла минимум 4 спальни, который можно продать как двухспальневую виллу. Соответственно, очень удобная вилла. Ну и помимо спальни есть целый павильон-гостиная. Да. Общая зона с диванами, с огромными телевизорами, с музыкальными центрами, чем только не есть. Вот, и потом вот в этом бассейне можно устраивать прекрасные вечеринки с игристым, с канапе, потом бежать прямиком в море, потом возвращаться обратно к себе. Да, замечательное место, ребят, действительно, очень такое приватное, классное вилла, и есть вилла прямо на самом берегу моря. Что тут говорить? Тут надо только узнавать, уточнять цены, и все на конкретные даты, и вам будет сразу все понятно, коллеги. На самом деле... А что вы можете заработать, потому что скидки хорошие до 40%. Конечно, и уверена, что компания Лякар предоставит самые выгодные и конкурентные цены на рынок. Но мы здесь не обманываем никого. Вы наши партнеры, поэтому мы с точностью, с уверенностью знаем, что это действительно будет так. Соответственно, только ждем ваши запросы. И помните о том, что под каждый ваш индивидуальный запрос со своей стороны мы с радостью предоставим дополнительный бонус для ваших гостей. Что-то, что будет индивидуально только для них. Кроме того, хочу сказать, сейчас мы приняли решение, что между заездами в виллах будет проходить 72 часа, то есть для того, чтобы наши коллеги могли обеспечить должную уборку виллы и обработку виллы после каждого клиента. Поэтому 72 часа идет у нас разница между заездами. Это очень-очень важно. Сейчас по сравнению с тем, что было, то, что видел Володя, в феврале месяце. На сегодняшний день мы добавили, еще мы оформили в каждой вилле, добавили санитайзеры. То есть, понятное дело, что разнообразные дезинфицирующие средства, так как это требует теперешняя ситуация. Ну и, собственно, очень надеемся, что гости смогут ощутить на себе всю ту прелесть, которую подарит одна из вилл Нескаван, отдыхая там. Напомню о том, что в связи с ситуацией, которая сложилась на рынке, при бронировании тура с проживанием до 14 декабря 2020 года клиенты могут абсолютно безболезненно аннулировать заявку за две недели до заезда. Если гости бронируют тур уже после 14 декабря, тогда у них есть возможность сделать аннуляцию за 60 дней до заезда. Я вижу запрос от Таисии, какое лечение можно получить в клинике. Предлагаю перейти к этому вопросу, конечно же. Давай, это целая отдельная глава клиника. И клиника при отеле сейчас это мега актуально, популярно, и не нужно вообще делать. На самом деле в Нескаван Хелс Групп входит несколько клиник. У нас есть клиника в Австрии, в Германии, в Гонконге, в Бангкоке. И вот буквально в октябре 2019 года мы открыли клинику на Самуе. У Володи была возможность посетить ее, познакомиться с нашим доктором. У нас действительно уникальные и ничем не похожие варианты лечения. То есть это возможность изучить свой внутренний профиль организма, изучить его ресурсы и, собственно, вывести ту формулу, свою индивидуальную формулу молодости, формулу здоровья. Наташа, ну, во-первых, это не клиника. Ну, в смысле, это клиника, но выглядит это, опять же, как... Вилла. Вилла на берегу моря. Ничего там клинического нет. Ну, кроме как бывает, конечно, когда попадаешь внутрь так называемых процедурных, потому что каждая процедура, это отдельный тоже павильон, ты попадаешь туда, ну, и там могут быть, ну, как свойственно клинике, какие-то белые цвета. Ну, кстати, никаких запахов вот таких вот, чтобы там, знаете, медицинских, или что-то еще, ну, кресла могут быть специальные, какое-то оборудование, да, сканеры, не знаю, капельницы, еще что-то. Безусловно, это клиника, это высочайшего уровня и класса клиника. Но она, опять же, в двух шагах от моря. И вы, ну, вы, клиенты, переходите свои виллы в эту соседнюю для каких-то процедур, и все это делается, вы сидите в скапельнице с какой-то прививкой и смотрите на море. Это, конечно, я не знаю таких клиник больше в мире. Есть ли вообще таков? Мне кажется, нет. На самом деле у нас уникальные методы. Уже более 30 лет мы лечим наших людей уникальными этими методами, разработанными специальными методиками. Мы их запатентовали. И, конечно же, стараемся предлагать и все больше и больше привлекать гостей из разных стран мира. Потому что действительно это необычно и это нестандартно. Хочу также отметить то, что в наших клиниках мы можем лечить даже рак абсолютно успешно. Все зависит только от стадии и, конечно же, что необходимо для клиента. Ну, каждый кейс – это индивидуален. При этом, если не говорить о таких сложных заболеваниях, конечно же, отдыхая на Самуи, мы всегда рекомендуем при желании клиента пройти чекап. Можно пройти определенные анализы для того, чтобы действительно считать формулу своего организма. И далее наши врачи смогут прописать все необходимые рекомендации, которые смогут помочь восстановить организм, укрепить иммунитет, либо же действительно подлечить те или иные органы, которые необходимы в данный момент. Я вижу запрос от Анастасии по поводу СПА. Анастасия, смотрите, СПА действительно у нас есть, только мы предоставляем СПА-услуги прямо на вилле у каждого гостя. То есть массажи, разнообразные процедуры, они доступны. По нашему СПА-меню приходит сотрудник, приходит персонал наш, и мы предоставляем данные услуги прямо на вилле у клиента. Опять же, это связано только с собственным клиентом, ты находишься дома, тебя намаслили, обмаслили, ты там уснул, проснулся, поел. Да, это крайне удобно, тоже очень здорово. Конечно, какой же Таиланд без СПА? Наташа, ну давай вернемся еще к клиникам, и чуть-чуть подробнее, или мы еще не закончили проклиник? Я с радостью хотела бы просто перелистать несколько слайдов для того, чтобы наши коллеги смогли ознакомиться более детальнее с информацией, которая, собственно, поможет им в восприятии. Просто клиника, еще раз такая, она, как сказать, клиника, клиника со своей концепцией и философией. Я брал интервью вашего доктора, он немец, ему, вот боюсь сказать, сколько, но за 70 лет точно. Да, именно так. Но выглядит он на 50. Да, и я его встретил на пляже, когда он бегал, вот, и я опять говорю, слушайте, доктор, вам точно за 70 лет? Вот, потому что, соответственно, он применяет все эти методы свои инновационные на себе в первую очередь. Более того, его методами пользуются сами владельцы, этой группы, да, и отели, и клиник. Владельцы, кстати говоря, это такая серьезная компания, тоже не таец какой-то владелец этого всего, это, ну ладно, это серьезные люди, состоятельные с офисом в Гонконге и множеством-множеством бизнеса в разных других областях и сегментах, финансах в том числе. Просто потому, что они очень крепко сидят за своим здоровьем и спуску никому не дают. И вот этот вот доктор, все это отработав просто в такой жесткой манере, скажем так, да, ну, с такими людьми, просто они решили, что это надо применять в массу нести. Наташ, я прав? Хоть немножко? Абсолютно верно. Я своим языком объясняю, насколько это все очень круто, да, это клиника со своим продуктом. Абсолютно верно. На самом деле мы никогда не знаем причину тех или иных болезней либо недомогания, которые есть в нашем организме. Поэтому действительно, если ваши клиенты, если мы с вами хотим прожить дольше, вывести для себя эту формулу, универсальную формулу здоровья и нашего долголетия, конечно же, мы рекомендуем пройти диагностику, пройти чекап в одной из клиник Мисквилан. В частности, рекомендуем это сделать именно на Самуи, с прекрасными видами на берегу моря. Потому что зачастую мы даже можем не догадываться, что является причиной того или иного недомогания. Например, раз мы уже заговорили о владельцах нашего холдинга, о владельцах наших вилл, хочу представить вам господина Дэвида, то есть он является владельцем наших вилл, и, собственно, он на своем примере рассказал. Во-первых, могу сказать, что человек выглядит как минимум на 20 лет моложе, чем его возраст по паспорту, это действительно так, это как бы вот то, что подтверждено практикой. И он рассказал историю о том, что, оказывается, после того, как он сделал развернутый анализ крови в одной из клиник, выяснилось, что у него есть пищевая непереносимость, то есть он не мог употреблять в пищу яйца, то есть это было абсолютно неприемливо с его организмом. И многие сбои в организме, они как раз были вызваны именно этим. После того, как выяснилась данная причина, он перестал употреблять яйца и продукты из яиц в своем рационе. Человек стал чувствовать себя абсолютно по-другому, у него поменялись ощущения, он потерял лишний вес, который был, и на самом деле наладились многие процессы. Ну, это как бы один из таких примеров. Да, это один из частных случаев, но это, еще раз говорю, повод к тому, чтобы отправить клиентов на воспоминание или на лечение, пока есть время. Есть такая возможность, нужно ехать и пользоваться этим. Не просто сидеть на вилле и плавать в море, есть тропические фрукты, но еще и заняться своим здоровьем, до которого всегда у деловых людей мало времени. Вот, хорошо, отлично. Так, я иногда так вот не ставлю. Естественно, тем более, если говорить еще два слова о клинике, то мы применяем действительно эксклюзивные виды лечения. Это только 100% натуральные продукты, они индивидуально разрабатываются и прорабатываются под каждого гостя, под каждого клиента. Разнообразные терапии, которые мы запатентовали и применяем в лечении, это может быть и иммунная терапия. Кстати, очень часто запрашиваются сейчас. Многие гости, кто планировал свою поездку на Самуи, но не смог присоединиться к нам в летний период, они все-таки перенесли посещение клиники в Австрию, в Германию. Но, тем не менее, мы их ожидаем уже в зимний период у себя. Это может быть разнообразные профилактики по лечению рака, это может быть гормональная терапия, это может быть детоксикация организма. Кстати, уже сейчас наши коллеги из Минтован Хелк Групп готовят специальные пакеты, которые будут включать wellness программу, которые будут включать специально здоровое питание, которые будут включать процедуры по детоксикации организма и по укреплению иммунитета. Поэтому, когда ваши гости будут путешествовать в Мискован Вилл вместе с компанией Алякар, то у них уже будет возможность дозаказать дополнительные услуги, либо же забронировать тот или иной пакет. Мы работаем над этими программами и обещаем, что в ближайшие несколько недель сможем презентовать данный продукт для вас и для ваших клиентов. На самом деле, еще раз повторюсь, учитывая те условия, которые мы сейчас предлагаем для бронирования и условия по анфляции, вы можете смело задуматься над тем, кто из ваших клиентов готов полететь в такого вида отдых и запланировать, забронировать для них отдых заранее. Объясню, почему. Мы все с вами понимаем, что как только границы России будут открыты, как только границы Таиланда будут открыты, максимально гости из разных стран мира будут прилетать. То есть это повлияет на загрузку всей отельной базы. Плюс мы помним о том, что правительство Таиланда начинает промоушен острова Самуи как COVID-free destination и, соответственно, будет все силы на маркетинг отправлять именно сюда. Поэтому уже сейчас вы можете забронировать размещение для своих гостей на февраль месяц, на март 2021 года. Вы можете подумать о январе, о апреле. При этом мы понимаем с вами, что, во-первых, клиент получит выгодную стоимость, потому что это будут акции раннего бронирования, это будут дополнительные бонусы. Во-вторых, вы получаете свой заработок, да, и, в-третьих, это абсолютно безопасно, потому что клиент может делать бронь, вы делаете бронь, и при этом за два месяца до заезда вы можете безболезненно все аннулировать с возвратными депозитами. Это очень выгодно. То есть мы гарантируем то, что, во-первых, мы все в одном бизнесе, да, то есть как бы мы стараемся, чтобы быть максимально клиентоориентированным. То есть мы видоизменяем и штрафные санкции, и условия оплаты, и на сегодняшний день можем прогарантировать то, что у вас есть возможность сделать бронь абсолютно безопасно, не переживая за то, что депозит кто-то не вернет, либо, например, что нельзя будет аннулировать без штрафа. Я вижу, пришел... Я об этом переживаю очень сильно, поэтому я сейчас большинство всегда склоняю на Россию, потому что говорю, ребят, потом очень тяжело будет бороться и вытаскивать деньги, да, но в некоторых случаях, не всегда. Вот, пожалуйста, один из вариантов, коллеги, обратите внимание, когда вы можете смело распоряжаться клиентскими деньгами и не бояться, что они где-то зависнут, и вы потом будете мучиться и не знать, что с ними делать. Соответственно, если Мискован возвращает деньги, туроператор Алякар также возвращает. Здесь все игра по-честному. Да, Наташа, дальше. Кроме того, нет, спасибо огромное, Володь. И кроме того, как я уже сказала, мы сейчас стараемся под каждый запрос, под каждую заявку прорабатывать индивидуальные условия, поэтому мы готовы принимать бронь и оговаривать условия оплаты, те, которые будут выгодны для вашего клиента. Это тоже возможно, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, обращайтесь в Алякарт, и мы с радостью под каждую индивидуальную заявку сможем все проработать. Я вижу запрос от Галины по поводу завтраков. Завтрак, конечно же, у нас на каждой вилле. Личный повар, который закреплен за виллой, он готовит завтрак. Это холодные горячие закуски, это соки, это чай и кофе. Володь, кстати, можешь поделиться своим опытом, какой был у тебя завтрак? Я думаю, ты сможешь более красочно рассказать свои... Нет, красочно не расскажу, там надо показывать. На самом деле завтрак действительно роскошный. Вот эти... Все индивидуально. Вот что ты хочешь. Там нет такого, что, как сказать, по меню что-то. Вот что ты хочешь. Сырные, мясные нарезки, понятно, бенедикты. Все это, все стандартные опции, как джемы, масло, выпечка. И все это красиво накрывается у вас на открытой террасе, в саду, на вашей вилле, в патио. Вот рядом с этим газеба, где возлежал я на своей вилле, ровно рядом стоит такой же павильончик, так, столовая на открытом воздухе. Столовая есть закрытая, в случае, если вдруг дождь или тропический дождь, не исключен, может быть, всегда. Вот вы можете как пообедать и принять пищу как внутри помещения, так и снаружи в летнем саду. Вот запахи. Кстати говоря, запахи разносятся, конечно, невероятные. Особенно, когда соседи, я помню, что-то ели, я почувствовал, что заходили ели. То, что виллы стоят редком, одна к другой, собственно. Хорошо, кстати говоря, вы знаете, как мискован переводится, друзья? Есть догадывались, что такое? И как вообще запомнить название мискован? Мискован переводится с санскрита как садгуды. Наташа, я прав, если я не ошибаюсь? Абсолютно, абсолютно. И действительно это так, потому что вся территория, каждая вилла, она утопает просто в зелени. То есть каждый наш гость может себя прочувствовать в своем саду. Это очень влияет на восприятие того места, где ты находишься. И действительно настолько приятно находиться на своем лежачке, под своей пальмой и наслаждаться прекрасными видами на океан. И медитировать. Ты чувствуешь себя просто уравновешенным на каком-то ретрите, в дзене и так далее. Ну, причем занятия... Да, извиня, я тебя перебила. Занятия йогой, они тоже доступны. Мы сможем организовать индивидуальные занятия для каждого гостя в зависимости от их пожеланий. А стоимость виллы... Стоимость виллы... Кстати, суточная стоимость виллы от 850 долларов. То есть это... Посчитайте вилла, которую мы можем организовать на две спальни, на четверых. Это огромнейшая вилла, 420 квадратов, плюс еще дополнительное пространство внешнее. И уже сюда в эту стоимость будет входить и трансфер с аэропорта к нам на виллу и обратно, личный персонал на вилле, завтрак, который будет готовить ваш шеф-повар, конечно же, Wi-Fi по всей территории и прогулка на каяках. Там все преимущества налицо. И более того, напомню коллегам, что на Самуи международный аэропорт, который принимает малую авиацию в том числе. И если вдруг кто-то соберется частным бортом, тоже милости просим. В общем, это даже проще сейчас долететь частным бортом или поделить, да, частный бортом долететь. Вот, поэтому тоже обратите внимание. Кроме того, возвращаясь к раннему бронированию, то есть чем раньше бронируют туристы свою виллу, у них есть возможность получить и специальные оферы и на long stay, и, конечно же, early bird офер, и есть, конечно же, last minute офер. Но, опять-таки, повторюсь, как только границы все будут открыты, мы будем понимать то, что загрузка будет стопроцентная. Да, вилл всего один раз эти. Поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о своих клиентах заранее и сможете безопасно подбронировать виллу через компанию а-ля карт. Это действительно так. На сегодняшний день действительно мы готовы предложить эксклюзивные условия и самые приятные цены. Ну и плюс к этому хочу отметить то, что в Мискован всегда есть чем заняться, потому что буквально в 10 минутах от наших вилл находится гольф-поле, поэтому мы с радостью можем организовать для любителей гольфа игру, мы, конечно же, сможем предложить аренду яхты, организовать разнообразные ужины на пляже, завтраки на пляже, то есть в зависимости от пожелания клиентов. Любые... У меня был завтрак на пляже, Наташа, можно я поделюсь, когда я просыпался рано, ну, во-первых, я всегда просыпаюсь рано, вот, и у вас восход солнца, вот с этой стороны, солнце восходит из-за моря, вот здесь вот. Я всегда выходил и наслаждался восходом, и тут мне навстречу выходила, я не знаю, как ее назвать, сотрудница, что странно назвать сотрудницей, тайская девушка приветствовала меня и говорила, не желает ли Владимир испить чашечку кофе, может быть, чая, прогуливаясь на пляже. Конечно, я желал испить чашечку кофе, она подавала мне на пляж эту чашечку кофе, и я ходил как есть, вот, в халате, потому что я вышел, да, я прям ходил в халате, ну, вот я встал с кровати, во-первых, у меня, когда лежишь в кровати, я всегда прошу раскрыть все шторы, просыпаться люблю от естественного света, и вот я вставал, накидывал халат, выходил, это прям еще раз повторюсь, два шага, и ты у себя покидаешь свою виллу, и вот уже гуляешь по пляжу. Никого нет в это время в 6 утра, только ты, чашка кофе и солнце, вот такой вот оранжевый шар. Что касается закатов, они не менее красивые, я, кстати, публиковал эти фотографии, видео, были и сиреневые, и синие, несмотря на то, что солнце не заходит здесь за горизонт, но вот эти вот отцветы неба, они зачастую даже ярче и сильнее с противоположной стороны, как вот здесь, тем более на горизонте есть эти острова, поток, по-моему, называется, да? Там острова, над которыми пучкуются эти облака, и вот это вот все дает особенный тоже красивый эффект, то есть рассветы, закаты безукоризненные там. Я всегда говорю, я 20 лет в туризме работаю, всегда все ищут виллы на пляже, виллы на пляже, всегда в Азии ищут. Я говорю, да что искать, вот они, я нашел. Ребят, это реально очень крутой продукт, и еще с такими скидками. Здесь просто надо хватать сейчас, тем более берем Наташу за руку, она гарантирует возврат средств в случае каких-либо изменений планов. Конечно. Вот он мой разумный. Абсолютно верно. Главное, мы будем рады каждому вашему запросу в компанию Алякарт, и еще раз повторюсь, что под каждый отдельный случай мы готовы предложить и рассмотреть индивидуальные условия. Это действительно так. На самом деле мы здесь для этого, и мы сейчас работаем с вами вместе для того, чтобы действительно ваши гости, вернее, ваши туристы, наши гости, они смогли отдохнуть самым наилучшим образом. Наташ, есть несколько вопросов, давай ответим. Вот Галина спрашивает, завтрак на виллах или в ресторане? Еще раз повторюсь, друзья, это комплекс вилл, там нет единых каких-то общих зон. Там нет ни ресепшена, ни ресторана, ни спа, все происходит у тебя на вилле. Поэтому завтрак происходит на вилле. У вас это все как дома, как в частном, в своем тропическом раю. Вот, только на вилле приходит повар и все готовит. Он даже не приходит, вы можете прийти на кухню и посмотреть, как он готовит. Он может выйти к вам в колпаке, такой красивый, нарядный повар, вот в таком колпаке у меня был, и спросить, что вы хотите. Шампанское можно попросить на завтрак? Но это даже грех не попросить шампанское, игристое, конечно. Там, кстати, вот такое толстяное меню, я его изучал, помню. Обычно я за маленькое меню, но маленькое меню хорошо в ресторане, да, в каком-то, чтобы не заморачиваться. А когда ты у себя на вилле, там огромный выбор. Винная карта бесподобна просто для Таиланда, она какая-то нереальна. Потому что все-таки, вспомним еще раз, да, только на Мальдивах мы встречали, встречаем достойные винные карты. Ну, я по своему опыту знаю, а я специалист в вине. Вот, там бесподобная винная карта тоже, и выбор блюд и напитков. Александр спрашивает, поскольку у вас тут солнце. Александр, не помню, он, наверное, чуть-чуть меняется, но, наверное, часов шесть. Как раз с самого утра. Уже светало, да, и знаете, так было забавно. В шесть утра я выходил, никого не было на пляже, и я... А закат, рассветы, они такие яркие, красивые, сказочные. Я всегда говорю, почему люди платят такие бешеные тысячи и не пользуются такими бесплатными опциями и развлечениями, как рассвет. Ну, закат все, конечно, посмотрят, а вот рассвет, он еще бывает, ох, такой огненный. Вот, да, я был один на пляже, ходил, и вот мне подавали туда платье. Ой, бесподобно. Чтобы по вопросу остановились. Володя так вкусно рассказывает, что я уже просто представляю каждого из нас у себя на Вилле с прекраснейшим видом. Мы можем себя представлять после того, как сначала туда отправим наших клиентов. Обязательно. Обязательно. Мы, на самом деле, еще раз повторю, ждем открытия границ, и уже, как я говорила в начале нашей встречи, повторю это, с 1 августа мы надеемся на возможность принимать гостей у себя на Виллах. Это туристы, международные туристы, которые могут приезжать в Таиланд и проходить так называемый альтернативный карантин у себя по месту проживания. Поэтому, как только мы получим все необходимые разрешения, обязательно вас проинформируем, и, конечно же, будем ждать ваших клиентов на протяжении ближайших месяцев, на протяжении сезона у себя на Виллах. Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите запросы в компанию а-ля карт. Ну, а мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы гости остались довольны и счастливы, как Володя. Ну что, Наташа, я думаю, что мы обо всем рассказали. Еще в двух словах только хотел остановиться на пляже и на море. Ты сказала вскользь про то, что у вас действительно уникальная береговая линия. Меня все слышат? Все слышат и верят, да? Да-да-да, есть звук. Вот, у вас совершенно уникальная береговая линия, вот этот самый рельеф, который позволяет не испытывать дискомфорта от отливок или приливок. То есть море, безусловно, уходит, но когда море уходит, это незаметно. Это заметно может быть чуть глазу, да, оно отошло метров 20. Но для погружения в море никакого дискомфорта, потому что ты так же заходишь, а не бредешь по колено 150 метров, да? Ты так же заходишь, а так же глубоко. Вот, все это присутствует в полной мере, то есть море остается. И это очень важный момент, очень важно, потому что в Таиланде много мест, где море уходит, в течение дня люди не могут плавать. Вот Мискован, Вилы, реально Лакшери Бич Фронт. Вот, все в названии. И Сад Будды, и море, и все. Отлично. Ну что? Спасибо огромное. Вы что-то рассказали, да? Я думаю, да. Дорогие коллеги, подскажите, пожалуйста, возможно, есть какие-то вопросы? Может быть, мы что-то упустили, и вы хотели бы уточнить? Мы с радостью ответим на ваши вопросы. Я думаю, что все уже погрузились в Нирвану и в Дзе после нашего разговора с тобой, и пишут запросы и интересуются ценами до 14 декабря. Вот, поэтому, коллеги, я согласен, сам подбегу сейчас писать запросы, уточнять цену, особенно до середины ноября, потому что вот август, сентябрь, октябрь – это лучшие месяца на Самуэ. Как бы это странно ни звучало, вроде в августе ехать на Самуэ или там, да, а вот на Самуэ – это прекрасный сезон. Всем спасибо, все нам пишут, спасибо вам, спасибо. Спасибо большое. Да, я желаю нам не терять оптимизма, смотреть радостно в будущее и всегда помнить, что есть чудесные лилы в тропическом районе, на острове Самуэ. Наташа, спасибо большое, что была с нами, побеседовала, поделилась секретами, хорошими ценами, и будем держать связь. Володь, спасибо огромное, благодарю еще раз компанию Алякард за их поддержку, за возможность пообщаться сегодня с вами, и до встречи на Самуэ в Мискован Виллас. Побежал собирать чемодан. Спасибо, Наташа. Спасибо, до свидания. Пока, пока, коллеги. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok